На улице Краснореченской возле остановки МЖК малолитражка Хабаровской автомобилистки перелетела через ограждение и завалилась набок на трамвайных путях после нелепого столкновения с рейсовым автобусом. Хабаровчанка находилась в машине с 7-летней дочерью, но ни мама, ни девочка каким-то чудом не получили никаких травм. 38-летняя автолюбительница на Кубе попала в аварию после того, как съездила с ребенком в стоматологию и возвращалась домой. Она ехала по улице Краснореченской в сторону южного микрорайона по второму ряду. Автобус 25 маршрута двигался чуть впереди и правее. 35-летний шофер Джон Тона, уроженец Киргизии, рассказал, что толком и не понял, как это случилось. Очевидно было лишь то, что горожанка потеряла контроль над иномаркой, когда начала тормозить. На скользкой дороге ее машина, похоже, стала неуправляемой. Вильнула и задела заднюю часть автобуса. Она быстро ехала или что? Почему так? Да я даже не смотрел. Я даже не смотрел, она как полетела, не знаю. А вы стояли или ехали? Я только хотел вон заезжать на остановке. Что, удар услышали? Ну, удар слышал, конечно. Заметно бы удар было. После столкновения с автобусом Куб пересек наискосок встречную полосу. Следующим препятствием для него стал снежный бруствер у ограждения. Он сыграл роль трамплина. Машина перелетела в заборчик и рухнула на рельсы, упав на бок. Водитель автобуса помог женщине и ее дочери выбраться из салона. 20 пассажиров, которые ехали в общественном транспорте, тоже травм не получили. Автомобилистка рассказала, что водительское удостоверение она получила еще в 18 лет. Но ездила на машине раньше редко. Страховка у нее имелась. Однако за простой трамваев в Хабаровчанке нужно будет платить отдельно. Водители решили оформить аварию с помощью аварийных комиссаров. Автоинспекторы тут побывали, но лишь для того, чтобы убедиться в отсутствии пострадавших и трезвости участников столкновения. С места происшествия Ульяна Крамаренко, Анастасия Манина и Андрей Алферов.